18 часов столицы в студии Альбек Абдилов. Добрый вечер. Уголовная ответственность по двум статьям похищения и изнасилования несовершеннолетней грозит подозреваемому в похищении пятилетней девочки в городе Сатпаев Карагандинской области. Об этом заявил министр внутренних дел Ерлан Тургумбаев. Напомню, ребенок пропал минувшей ночью. Через несколько часов девочку нашли в одном из домов города. Вместе с ней в помещении находился мужчина. Местные жители попытались устроить над ним самосуд. На происшедшего старают реагировать жители города. Они собрались на месте происшествия. Отдельными лицами были предприняты попытки совершения хулиганских действий, а также умышленного повреждения имущества. Все эти действия полиции были пресечены. В настоящее время обстановка в городе Сатпаев стабильная. Ситуация находится под контролем. Прокомментировал Ерлан Тургумбаев. Инцидент, произошедший в Туркестанской области. Напомню, 21 июля в поселке Шорнак завязалась драка между местными жителями. В результате телесные повреждения получили три человека, в том числе участковый инспектор, прибывший на место конфликта. На сегодня участники драки задержаны. В отношении них ведется досудебное расследование, заявил министр. Вместе с тем, вчера отдельными лицами стали распространяться провокационные призывы к разжиганию национальной розни и заведомо ложная информация. За всеми этими фактами полиции также начато досудебное расследование. Касым Жумар Токаев провел совещание с руководством администрации президента Акима Микарагандинской Туркестанской областей, руководителями правоохранительных органов по ситуации в поселке Шорнак и городе Сапаеве. Об этом на своей страничке в фейсбуке сообщил пресс-секретарь президента Берик Уали. Глава государства поручил держать обстановку под контролем, проводить разъяснительную работу с местной общественностью, пресекать попытки провокаторов, дестабилизировать ситуацию, привлекать нарушителей закона к ответственности. В то же время, по словам президента, следует обратить внимание на удовлетворение первостепенных социально-экономических нужд жителей регионов. Что касается задержанного жителя города Сапаева, подозреваемого в насилии несовершеннолетней девочки, правоохранительным органам дано поручение провести объективное расследование с полным информированием общественности об его итогах. Заявление по ситуации в городе Сапаеве Карагандинской области сделала и уполномоченная по правам ребенка Ружан Саин. На своей страничке в фейсбук она рассказала, что связалась с семьей пострадавшей пятилетней девочки. Им оказывается вся необходимая помощь. Также детский омбудсмен держит связь с министром внутренних дел Ерланом Тургумбаевым. Расследование дела находится на его личном контроле. Саин потребовал определить хорошего специалиста-психолога, так как в следственных действиях по преступлениям, связанным с детьми, участие психолога обязательно. Детский омбудсмен намерен добиваться максимальной ответственности для каждого, кто совершает сексуальные преступления против детей. По опыту всех тех уголовных дел и преступлений, которые мы сопровождали, мы видим, что, конечно, даже когда справедливость по закону реализуется, сроки получают преступники, тем не менее для детей эта ситуация не заканчивается. И самое страшное с ними, то, что произошло, потом преодолеть чрезвычайно сложно. И к данным по коронавирусу за сутки, ковид подтвердился у 1687 человек. Из них 911 – это симптомные носители инфекции. Самая высокая выявляемость в Алматы – плюс 247. В Атраусской области – 180 новых инфицированных, в Нур-Султане – 175. Итого в республике почти 78,5 тысяч заболевших. Число выздоровевших достигло около 49,5 тысяч. Умерли 610 казахстанцев. Глава Минздрава заявил о возможном проведении совещания руководителей санэпидслужб стран ШОС в Нур-Султане в октябре текущего года. Об этом стало известно во время выступления Алексея Цоя на третьем совещании министров здравоохранения государств, членов Шанхайской организации сотрудничества. Цоя пригласил представителей государств, членов ШОС и наблюдателей. Также министр здравоохранения призвал страны перейти на новый учет статистических данных по коронавирусу и пневмонии, который будет вестись в Казахстане с 1 августа. Глава Минздрава сообщил, что по данным портала Всемирной статистики, на июль по показателю заболеваемости наша страна находится на 28 месте, а посмертности на 53. 30 аптек Алматинской области привлечены к ответственности за превышение предельных цен на востребованные препараты. Общая сумма штрафа составила больше 6 миллионов тенге. В случае повторного превышения цен на лекарства к аптекам будут применены более жесткие меры, вплоть до лишения рецензии. Между тем, по данным специалистов, Алматинской области за последнюю неделю значительно снизился уровень заболеваемости пневмонии. Этому способствовало введение карантинных мер, считают эксперты. Под наблюдением врачей на сегодня находится 5000 человек, а общее количество зараженных COVID-19 в регионе приближается к 4000. Около 3000 уже выздоровели, четверо скончались. На сегодня в области работает 35 мобильных групп. Они на ежедневной основе проводят рейды по аптекам региона, дают свои результаты и другие профилактические меры. 170 человек оштрафованы за нарушение режима карантина. Все они привлечены к административной ответственности. В Туркестане дефицитные лекарства продавали в продуктовом магазине. Нарушения в ходе рейда выявили сотрудники прокуратуры. На прилавках вместе с колбасами и сыром лежали упаковки антибиотиков и противовирусных препаратов, которые в местных аптеках сейчас практически невозможно найти. Медикаменты полицейские изъяли и передали на баланс городской больницы. А владельцу магазина теперь грозит штраф за незаконную фармацевтическую деятельность. В Казаларде создан Центр волонтерского движения, который объединит под своим крылом всех добровольцев приорали. Его работа будет построена на семи направлениях в разных сферах. Помощь нуждающимся, чистый мир, образование, осылмура, преемственность, здоровье и надежда. В регионе планируют создать единую базу нуждающихся в помощи, чтобы правильно координировать работу волонтеров. Также уже сделан акцент на прозрачность деятельности центра, которую намерены добиться за счет открытой информации и периодической отчетности. Центр волонтерского движения будет функционировать в онлайн-формате и охватит практически все сферы деятельности. Главная его цель – объединить волонтеров и меценатов области, а также наладить тесную связь для эффективной работы. Были случаи, когда в рамках благотворительной акции одна семья получала помощь от разных волонтеров по четыре раза в месяц, а другая – ничего. Теперь, благодаря единой базе нуждающихся в помощи, такие случаи будут исключены. Волонтеры точно будут знать, кто нуждается в их помощи и поддержке. 17 кислородных концентраторов в медицинские учреждения Костанайской области в очередной раз передали представителям бизнеса. Оборудование, необходимое для лечения больных с проблемами дыхательных путей, распределяют во все больницы региона. К одному аппарату могут подключаться сразу два пациента, что позволяет обеспечить их максимальный охват. По словам спонсоров, помощь оказывается в рамках акции «Безбергемес». Также в стационары предприниматели привозят кислородные баллоны и воду. В нашей компании работает порядка 7 тысяч человек. Мы понимаем, что мы в зоне риска, поэтому мы приняли решение о том, что необходимо оснастить нужными препаратами, кислородными концентраторами. Мы направляем 5 аппаратов в Федоровку, 6 в Затоболовку, по 2 аппарата в Алтенцаринский-Сарокольский регион, 1 аппарат в Мендогору и 1 аппарат в Узункольский район. За проведение тоя во время карантина штрафовали жители города Жаркен Талматинской области. Нарушение в одном из ресторанов города выявила мониторинговая группа из числа представителей полиции и санэпидемиологов. Организаторы торжества заплатят штраф в размере 30 мрп. Это чуть более 83 тысяч тенге. К административной ответственности привлекут и владельцы заведения, где проходило торжество. Парки первого президента число отдыха. Отдыхающих в эти дни выросло в разы. Кто-то совершает свою ежедневную пробежку, а многие приходят, чтобы провести время на лужайке. Кстати, для любителей понежиться на траве здесь белые эмульсии нанесли разметку. Правда, недавний дождь уже успел ее размыть. Но алматинцы знают, что здесь были круги, и они соблюдают дистанцию. У меня трое детей. Я всегда прихожу в парк подышать свежим воздухом. Иммунитет удается поддерживать правильным питанием и спортом. Сын здесь занимается в секции. Многие спортивные секции перенесли свои занятия из помещений на свежий воздух. Поэтому в парках, куда ни взглянешь, ученики. Одни отрабатывают удары, другие растягиваются или отжимаются. Заниматься в президентском парке, это, во-первых, полезно для здоровья, во-вторых, это повышает иммунитет ребенка. В-третьих, здесь у нас ученики занимаются всей семьей. То есть, как бы, пандемия в чем плюс? Она дала возможность родителям больше уделять внимание семье, детям. Конечно, той интенсивности тренировок, что было раньше, в парке нет. Но ведь главное – увлечь детей и дать им возможность побыть на природе. Особенно во время жесткого карантина. Анастасия Валикжанина, Эдуард Кон, Алматы, Хабар, 24. Касымжо Мартокаев поздравил Шавката Мерзиоева с днем рождения. В телефонном разговоре президент Казахстана пожелал главе Узбекистана дальнейших успехов в ответственной государственной деятельности. А народу соседней страны благополучия и процветания. Во время беседы Касымжо Мартокаев поблагодарил Шавката Мерзиоева за оказанную гуманитарную помощь. Это пример истинно-братских отношений, отметил Касымжо Мартокаев. В завершении стороны обменялись информацией об эпидемиологической ситуации в регионе и выразили намерение продолжить тесную координацию действий в борьбе с пандемией COVID-19 и ее последствиями. Продолжаем выпуск. Россия с 1 августа запустит международные рейсы. Об этом сообщил премьер-министр Михаил Мишустин. Первые самолеты полетят в Великобританию, Турцию и Танзанию. В Казахстан рейсов пока не будет. Сообщается, что авиасообщение со странами возобновится по принципу взаимности. Напомню, Россия прекратила все международные авиарейсы с 27 марта из-за пандемии коронавируса. В Бельгии усилят карантинные меры из-за роста случаев коронавируса нового типа. Об этом заявила премьер-министр страны София Вильмес. Согласно правилу, жители должны носить защитные маски не только на улице, но и в барах и ресторанах. При этом посещая заведения, люди обязаны оставлять свои контактные данные, чтобы с ними могли связаться в случае выявления вспышек заболевания. Кроме того, власти также предупреждают, что могут полностью закрыть страну на карантин, если того потребует эпидемиологическая ситуация. Отмечу, ограничительные меры в Бельгии ввели в марте после того, как инфекция унесла жизни почти 10 тысяч человек. Это один из самых высоких показателей смертности в мире на душу населения. Позже правительство ослабило карантин, но количество заболевших стало резко расти. Отмечу, с начала пандемии в Бельгии инфекции сразились почти 65 тысяч человек. С прошлой недели среднее число заражений в неделю резко выросло. Сейчас вирус выявляют у около 190 человек в день, но в понедельник число зараженных увеличилось почти в два раза. Это признак того, что эпидемия в стране продолжает распространяться. Индия продолжает бить коронавирусные антирекорды. Накануне там за сутки было зафиксировано более 48 тысяч новых случаев COVID-19. Такого большого прироста заражений в этой стране не было с начала пандемии. Еще больше тысячи человек умерли. Общее число жертв инфекции достигло 30 тысяч. Почти 60% подтвержденных случаев зарегистрированы в штатах Махараш, Традели и Тамил-Над. Местные власти вводят карантин и ограничения, однако с каждым днем заражений становится все больше. В Южноафриканской республике коронавирус с нового типа распространяется стремительными темпами. На сегодня инфекция подтвердилась у более чем 400 тысяч человек. Об этом в своем выступлении сообщил президент страны Сирил Ромофоса. Кроме того, он объявил, что все государственные школы закроют на один месяц. При этом учебный год будет продлен до конца 2020 года. Отмечу, в марте власти ЮАР закрыли все школы из-за начавшейся эпидемии в стране. Однако в начале июня занятия в учебных заведениях начали постепенно возобновляться, но ослабление карантина привело к росту новых вспышек инфекции. Коронавирусный шторм, как мы и говорили, действительно наступил. Быстрый рост инфекции наблюдается в провинциях Восточный Кейп, Гаутенг и Гвазулу-Натал. Несмотря на то, что страну ожидают трудные недели, важным остается то, что более половины всех инфицированных людей сейчас выздоровели. Тем не менее, многие страны Африки, включая ЮАР и Нигерию, вводят масочный режим. Небольшие прямоугольные повязки стали обязательным атрибутом для тысячи жителей континента. Однако большинство людей недооценивают всю серьезность ситуации, часто не прикрывая отмазкой нос или опускают ее до подбородка. При этом для людей, живущих в условиях нищеты, защитные маски до сих пор являются непозволительной роскошью. Истребители F-15 ВВС США держались на безопасном расстоянии от пассажирского самолета иранской авиакомпании «Махан-Эйр» в небе над Сирией. Об этом сообщили представители вооруженных сил. По их словам, как только пилоты F-15 распознали летательный аппарат, как пассажирский самолет, они увеличили дистанцию от воздушного судна в тысячу километров. Напомню, два американских истребителя F-15 приблизились к пассажирскому самолету авиакомпании «Махан-Эйр», следовавшему по маршруту Тегеран-Беерут. Чтобы не столкнуться с истребителями, пассажирский лайнер быстро сменил высоту. Из-за проведенных маневров пострадали несколько пассажиров, после чего самолет приземлился в аэропорту Беерута. Китай потребовал от США закрыть генеральное консульство в городе Чэнду. Об этом сообщили местные СМИ. Соответствующее заявление было также опубликовано на сайте Министерства иностранных дел КНР. Таким образом, решение Пекина закрыть американскую депмиссию является зеркальной реакцией на закрытие генконсульства КНР в Хьюстоне. Напомню, 21 июля власти США потребовали от Китая закрыть генконсульство в Хьюстоне, комментируя произошедшее, официальный представитель МИДа КНР Ван Виньбинь назвал поступок американских властей односторонней политической провокацией. Сроки проведения президентских и парламентских выборов в Боливии снова смещены и теперь на октябрь. Причиной тому является скачок новых заражений коронавирусом. Первоначально планировалось, что президентские выборы в Боливии пройдут в мае, однако их сначала перенесли на сентябрь, а потом еще на месяц. Тем не менее, по словам представителей высшего избирательного суда, страны назначение нового президента должно так или иначе состояться в декабре этого года. Отмечено, а данный момент временно обязанности главы государства исполняет Жанин Анис. Ранее она заявила о положительном диагнозе на COVID-19. Верховный избирательный суд решил установить дату выборов на 18 октября 2020 года. Второй тур состоится 29 ноября, и новый состав правительства будет назначен в декабре. Три человека погибли в результате проливных дождей в Южной Корее. Их автомобиль затопило в туннеле города Пусан. Один из пострадавших погиб на месте, двое скончались в больнице. Уровень воды в туннеле достиг двух с половиной метров. По словам очевидцев, вода заполнила машины в течение 10 минут. В целом по стране эвакуировано 195 человек. В провинции Кёнги из-за ливней без света остались больше тысячи семей. Больше всего от стихии пострадал второй по величине мегаполис Кореи Пусан. Там в час выпало до 80 миллиметров осадков. Затопило 162 дома и 141 автомобиль. Под водой оказались 43 дороги. В Греции пожарные в круглосуточном режиме борются с огнем, охватившим лесные пожары на востоке страны. Только за сутки в этом регионе возникло больше 50 возгораний. Ситуация ухудшается сильным ветром, который раздувает пламя на юг. Накануне огонь вплотную приблизился к жилым домам и детскому летнему лагерю. Власти успели эвакуировать сотни людей. Тушат огонь больше 200 пожарных. Им помогают 4 вертолета и 8 самолетов. Напомню, два года назад пожар недалеко от Афин. За несколько часов у них жизни 100 человек, в том числе и детей, став одним из самых страшных в истории Греции. Судебное наказание за организацию незаконной миграции в Афинах такого рода преступления считается одним из самых тяжких. За пособничество и организацию незаконной миграции моряков могут приговорить к 150 годам колонии. 142 украинца обвиняют в работорговле в Греции. Около сотни в следственном изоляторе ждут решения суда. Мужчины отправили за рубеж на заработки, должны были перевозить туристов на яхте. Однако, некоторым так и не удалось вернуться домой с кучей денег. По словам адвокатов, именно они становятся главной причиной поставить на карту самое важное – свободу. Причем, некоторые рискуют ее лишиться до конца жизни. Подробности в следующем материале. Тысячи мигрантов в поисках работы и просто нормальной жизни штурмуют Европу. Так что моряков-переправщиков заработка хоть отбавляют. Кстати, зачастую тоже мигрантов. Работа не пыльная, а зарплата – несколько тысяч евро. Главное – не попадаться в руки полиции. Дело в том, что перевозка мигрантов в Европе приравнена к работорговле. Афины рассматривают это преступление в качестве одного из самых тяжелых. Например, для двух российских моряков такая работа закончилась тюремным заключением. За перевозку нельгалов им дали 253 года колонии на двоих. А теперь пожизненный срок грозит 142 украинским морякам. Это достаточно серьезное, достаточно крупное по-украинским, по любым меркам, вознаграждение, как за любую криминальную деятельность. Да, я же сказал уже суммы. То есть до 7 тысяч евро получает капитан за один рейс, который длится чуть больше суток. До 2-3-4 тысячи евро получает команда, каждый. Да, поэтому суммы здесь достаточно большие. И такие деньги, к большому сожалению, на родине, ни в сопредельных странах персонал заработать не может. Судя по статистике, экипаж кораблей в основном состоит из жителей приморских областей Украины. Одесская, Николаевская и Херсонская. Всем арестованным нужны адвокаты и деньги на долгосрочные судебные тяжбы. Но даже это мало кого останавливает. Желающих работать нелегальными перевозчиками меньше не становится. Они едут в Грецию, делают несколько рейсов. И по нашей статистике, по той информации, которая у меня есть, около 5-7% из них, в любом случае, до 10% из них попадается. Законательство Греции, оно очень сурово карает за перевозку нелегальных иммигрантов. Фактически, по приговору суда, им дают огромные сроки. По официальным данным, среди обвиняемых за нелегальную перевозку беженцев, больше всего украинцев. Только за последние 5 лет на юге Италии были арестованы около 200 граждан этой страны. И всего 18 человек удалось освободить. На фоне продолжающихся арестов в Министерстве иностранных дел Украины, призывают СМИ чаще информировать людей о неизбежном наказании за такие преступления. Айгуля Монтаева, Аида Кадырбай, Петр Барейко, Хабар 24. К другим темам. В этом году один из главных праздников мусульман Курбанайт выпадает на последний день этого месяца. Он приходится на пятницу, поэтому казахстанцы отдохнут три дня подряд. Однако 31 июля мечети будут закрыты. Ограничения связаны с коронавирусной инфекцией. Риски заразиться COVID-19 по-прежнему высоки. Священнослужители призывают читать намаз дома. Председатель Духовного управления мусульман Казахстана Наурусбай Кажа Таганулы призвал всех в это сложное для страны время делать добрые поступки, помогать многодетным семьям и обеспечивать нуждающихся лекарствами. Сообщил председатель Думка и о том, что в этом году жертвоприношение будет производиться удаленно через портал kurban2020.muftiyat.kz. Такой метод применяется впервые. В этом году мы не можем выбирать животное сами. Если раньше мясо делилось на три части, то сегодня вся туша будет отдана нуждающимся. С сегодняшнего дня круглосуточно можно будет подать заявку для того, чтобы за вас провели ритуал жертвоприношения. В каждой области определены специальные места, где это можно сделать с соблюдением всех санитарных мер. Их расположение и любую интересующую информацию можно будет уточнить в мечетях. На портале есть три раздела. Для тех, кто хочет сделать жертвоприношение, для тех, кто нуждается в помощи и информационный раздел. Пользователю нужно выбрать регион проживания. Заполнить анкету, указав в ней личные данные. Если вы хотите принести жертву, сайт автоматически рассчитает стоимость того или иного животного. Ее нужно будет оплатить. Также человек может получить видеоотчет о проделанной работе. Новые меры поддержки отечественных товаропроизводителей представил фонд Самрук Казна. В частности, тех, которые находятся в тяжелом экономическом положении. Об этом в ходе онлайн-брифинга рассказал заместитель председателя правления фонда. Помощь заключается в реализации двух программ. По поддержке действующих предприятий и по импортозамещению. Одна из программ предусматривает заключение группы компаний фонда прямых договоров с предприятиями, у которых есть проблемы со сбытом собственной продукции. Это позволит не останавливать производственный процесс и сохранить рабочие места. Уже рассмотрено 47 проектов на сумму больше 28 миллиардов тенге с охватом 38 производителей. Планируемая загруженность предприятий увеличится в среднем с 35 до 85%. Работать на этих предприятиях будут 2000 человек. В перспективе обещают создать еще 800 новых рабочих мест. Реализация новых подходов станет реальным механизмом поддержки действующих предприятий. Позволяя не только сохранить рабочие места, но и создавать новые, обеспечивая бюджет дополнительными налоговыми платежами. Фонд и дальше намерен продолжить системную работу по поддержке отечественных товаропроизводителей. Такие системные меры, несомненно, будут способствовать росту экономики страны, позволят выйти из кризиса с обновленным потенциалом, став менее зависимым от конъюнктуры сыревых рынков. Это все новости к данному часу. Мойте руки, обрабатывайте антисептиками и носите маски. Берегите себя и до встречи. Редактор субтитров А.Семкин